санин экшн студия приветствует всех и предлагает вам сейчас вместе со мной съездить посетить экскурсию в оманский залив из отеля redison blue resort вот так вот он выглядит его основная часть должен сейчас подъехать автобус данная экскурсия у нас получается от туроператора coral принимающая страна сторона adion тут вот на целый день экскурсия с питанием должна быть стоимостью 65 долларов обещали нам катание на корабле красивые пейзажи виды посмотрим как это будет на самом деле сейчас еще раз повторюсь должен подъехать автобус нас забрать а попросили с собой взять паспорта не знаю зачем вот но изначально говорили что вообще это экскурсия в оман я думаю на территорию омана мы поедем но нет потом при подробнейшем при подробном изучении так сказать расспрашивание гида это все таки оказалось здесь не так далеко ехать от отеля и непосредственно в сам оманский залив вот ну ладно ничего страшного посмотрим посмотрим и на это что там будет интересного так вот наш подъехал автобус toyota мы загружаемся итак друзья вот мы приехали в порт на вот этом автобусе вот так вот он выглядит сейчас будем искать наш кораблик порт порт видно что строится причем активно строится а вот здесь уже лодочки видно вода конечно очень и очень грязная здесь прошли границу реально смотрели паспорта так что имейте ввиду паспорта тут обязательны вот наша группа загружается вот наша группа загружается вот Ну и вот потихоньку отплываем. Конечно в порту большая движуха. Они отличаются за корабли. А, ну еще количество в доле. Итак, вот мы таки добрались до корабля в этом порту. В очень таком плотном. Вот и сейчас усадимся. И я думаю, что двинем в море. Есть вторая палуба. Конечно же мы туда попозже сходим. Посмотрим, что там. Вода, конечно, предельно грязная здесь. Здесь очень много масляных пятен, мусора, мешки, пакеты. Итак, друзья, ну вот, наконец-таки мы отправляемся. Вот можно видеть военный корабль здесь есть в порту. Дежурит. Причем не один, несколько. Есть вот здесь. Стоит здесь что-то типа круизного лайнера. Ребят, полотенце это тоже, да. Конечно. Сервис, конечно, неплохой. Дали попить, покушать будет. И плюс есть полотенце. То есть можно с отеля не брать. Ну, что-то роет. Ну, все, мы вышли из порта. Выходим в море. Смотреть местную округу. Итак, друзья, вот спустя непродолжительное время мы-таки прибываем в первую бухту. Сейчас где-то здесь, возле скал, пришвартуемся, по всей видимости. Сейчас где-то здесь. Сейчас где-то здесь. Немножко я здесь покупался. Сейчас на второй палубе. Вот, конечно, довольно-таки хорошая бухта. Но из живности, конечно же, тут в воде одни морские ежи. Пару скатов я видел. Вот так особо многочисленных рыб, конечно, тут нету. Они дали вот такой каяк одноместный. Можно на нем поплавать. Здесь была, значит, лодка с мотором. Вот она сейчас ушла. Часть людей отвезла вон туда, на тот вот песчаный пляж. Вот. То есть на 40 минут, сказали, там можно будет покупаться. отдохнуть на песочке, погулять. Потом их привезут обратно. Здесь мы всего два с половиной часа. Ну и что будет потом, посмотрим. Пока все хорошо. Волнения тут особо нету. Ветерочек тоже еле-еле слабый. Вот так вот они не разрешают плавать вдоль скал. Потому что реально очень опасно. Ёжики есть и острые камни. Сейчас нам предложили покататься быстро на вот этой вот моторке. Очень и очень быстро. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. О, рыба. Рыба выскакивает из воды. Долгие. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Капитально все затянуло. У нас был обед. И я так предполагаю, сейчас вот вот у этих чаек будет пир. Что-то им будут, наверное, выбрасывать. Окей. Кстати, очень большая редкость вообще во всех странах, но вот здесь это принято, я так понял, что на всех лодках они привязывают с собой дополнительно дополнительную шлюпку с мотором, на которой они катали нас. Ранее вы могли были видеть. Катали также на банане. То есть, ну вообще, честно говоря, мне все предельно нравится, все шикарно. Вот, ну за исключением, что немножко погода подвела, но это абсолютно ничего страшного, погода есть погода. Итак, друзья, теперь у нас рыбалка. по расписанию. Вот, закинули лески. Можно видеть. Но что-то, честно говоря, сомневаюсь, что-то мы тут поймаем. Просто сказали закинуть на дно. И со дна что-то там должно клюнуть. Метров 20 глубина, сказали. Вот у нас капитанский мостик. Вот у нас застал дождь, как вы видели. Вот. Капитан черпает воду. Говорят, у кого-то клевало. Но пока особого результата я не вижу. гремит гром. Это дают想ъем. Но когда это значит, где-то� на дно. Капитан черпан. Нет. довольно таки сильная качка здесь наверху но это наша уже все последний последняя остановка и после этого мы уже окончательно отправляемся к месту в порт откуда стартовали до погода сегодня довольно таки переменчивая очень густые тучи висят сильный дождь с ветром сменяется такой вот тихой погодой как называется эта рыба таны браке султан ибрагим зачем отпускать можно отпустить она жива она съедобная ребятки пять минут рыбачим и идем в порт на наш лимузин садиться ну его друзья рыбалка таки небольшим успехом закончилась поймали одну рубеж одну рыбешечку вот но хотя бы что-то хорошо лучше чем ничего так скажем вот и все теперь мы потихонечку будем отправляться на место старта в порт в порт в омане вот ну как я еще раз выяснил а это агломерация здесь в эмиратах и здесь прям вообще то есть конкретно это как государство в государстве по сути получается то здесь даже сотовая связь у них не берет вот я включил свой мобильник у меня тоже появилась надпись добро пожаловать в омане вот и на самом деле так сказать область какая-то как штат омана по факту получается одну мне скажу честно вообще все понравилось вообще прям вообще шикарно арабы молодцы не подкачали вот по питанию все все четко то есть большой ассортимент выпивка выпить можно было то есть кофе кола а единственное что сразу скажу я не говорил об этом что со спиртным здесь все туго то есть это у них под запретом то есть все очень жестко никак его нельзя здесь проводить проносить естественно а вот то есть ну интересно довольно таки обширно обширная экскурсия вот такой вот пола и угостили местной арабской так скажем ну и на этом спасибо так скажем довольно таки еще раз скажу что интересная увлекательная такая экскурсия то есть очень многогранная то есть можно и поплавать снорклингом и так покупаться попрыгать покататься на банане на лодке то есть ну а по возможности все что все что я смог я вам показал вот но и принципе мне добавить особо больше нечего если вам понравилось мое видео отблагодарите меня лайком также не забывайте подписываться на канал жмите в колокол если остались какие-либо вопросы пишите внизу под видео оставляйте комментарии без проблем всем отвечу ну и на этом пока пока и до встречи новых путешествиях